Дорогие друзья! Мы здесь для того, чтобы слушать Слово от Господа. И сегодня я хочу говорить, говорить на тему о том, почему праведники не успевают. Знаете, в начале своего христианства, когда я рос и возрастал, то очень часто, когда мы что-то делали в церкви или что-то начинали делать, я так переживал, что я не успею, и я очень часто слышал о том, что праведник все, что не делает, успеет. Праведник все, что не делает, успеет. Так Слово Божие говорит, поэтому мы успеем. И я верил, и я успевал. И знаете, пока тебя как бы корректировали, говорили, что тебе делать, у тебя так, ты действительно все успевал, у тебя все получалось. Но время идет, и я рос, и появилась ответственность за семью, появилась ответственность в служении, и я обнаружил, что я не все успеваю. Я не знаю, как ты сегодня, но я точно понял, что я не все успеваю. И я несколько лет, я помню, периодически, когда я что-то не успею, где-то пролечу, я возвращался к этому вопросу внутри себя, особо не акцентируясь на том, что, ну, как бы, а как так? Но потом все-таки я начал задумываться. Я думаю, если Слово Божье говорит, что праведник везде успеет, почему у меня так случилось, я ведь праведен, мы все праведны Иисусом Христом, Его праведностью, потому что я понимаю, что моя праведность как человека, это праведность, ну, как запачканной одеждой перед Богом, Библия говорит. И, ну, я праведен, я свято верю в это, но я все-таки не успеваю. Знаете, и я решил изучить этот вопрос, я обратился к Священному Писанию, и обнаружил, что именно такого текста, что праведник все, что не делает, успеет, нету. Вот именно дословно нету, но есть первый псалом, который описывает, описывает праведника, который, так написано в конце, все, что не делает, успеет. И мне хотелось бы зачитать его для вас. Псалом 1, с 1 по 3 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. И во всем, что не делает, успеет. И вот что я понимаю. Мы все получили способность от Господа, когда мы пришли, примирились кровью Иисуса Христа, Его жертвы и Голгофы с Богом, мы все получили Его праведность, мы оправданы им. Мы все получили способность не грешить. Аминь! Аминь! Великое чудо! Сегодня мы можем просто выбрать не грех. Раньше мы этого не могли, сегодня мы можем не выбрать грех. И так и написано, что блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, мы перестали грешить, мы перестали делать злые дела. Знаете, я оставил сигареты, я оставил там алкоголь. Я могу этого не делать. Я праведен теперь Иисусом Христом, Его праведность на мне. Все, теперь, знаете, все, что не делу, успею. Теперь, как дерево, посаженное в потоках вод, лист, которого не вянет, плод свой приносит вовремя. Но в своей естественной жизни я обнаруживаю, что что-то идет не так у меня. Ну, не всегда я свеж, не всегда я чувствую себя так, что у меня силы не кончаются, и не всегда я во всем успеваю. И я обнаружил, чтобы быть праведником, которого описывает этот первый псалом, недостаточно того, чтобы просто не грешить. Я обнаружил, что не я один такой. Многие люди, с кем я разговариваю, многие из вас, с кем я разговариваю, они и так же не успевают во многих делах. Возможно, вы узнаете кого-то из перечисленных таких пунктов, потому что у кого-то выросли дети, и мы не успели их воспитать в Господе. Кто-то не успел зарабатывать столько, сколько нужно для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Кого-то не получается успеть отдохнуть. Или не успеваем уделить время родителям, элементарно. Просто не успеваем. Обнаруживаем, что сильно хотим. У нас огромное желание, но не успеваем просто послужить в церкви, поучаствовать в каких-то делах. То, что мы слышим, призыв с кафедры. Мы просто не успеваем. Мы даже иногда не успеваем евангелизировать. Нам некогда. Нам просто некогда остановиться с человеком. Мы понимаем даже, что Бог призывает нас. Нам бы сейчас остановиться, но вот эта загруженность, эта динамика, которая есть, она не позволяет. Мы думаем, ну, куда он денется? Ну, мы обязательно скажем, да, Бог, я понял тебя, Господь, я услышал, я искренен перед тобой, я скажу, я скажу Твое Евангелие. Ну, в следующий раз, просто сейчас вот это надо сделать. Вот, срочно моя договоренность есть перед другими людьми или еще что-то. И хорошо, если мы говорим, но часто так бывает, что человек уходит с земли. Бывает и такое. Нам хотелось бы исполнить волю Божию, угодить ему, откликнуться на призыв церкви. Но наша жизнь, она действительно очень плотно расписана. Я не знаю, бывает ли у вас такое, что вы засыпаете с мыслью, определенно размышляете о каких-то, ну, вот, делах, хороших, добрых делах, у тебя поток дел, поток решений. Я засыпаю прямо с ней, с этой мыслью, с этими размышлениями. И я просыпаюсь, и они уже, знаете, как ждут меня, эти мысли. Они как передо мною, и я даже, ну, как, я не могу как будто бы куда-то подумать в сторону. Я сразу начинаю в них размышлять, как будто мой день продолжается, как будто отдыха какого-то не было, как будто какое-то истощение, как будто сон, он, знаете, не дал мне никакой силы, и я дальше и дальше начинаю в этом размышлять. И кажется, знаете, вполне логичным, что чтобы все успеть в этой жизни, нужно просто все начать делать быстрее, например. То есть динамичнее, включать динамику какую-то, или успевать за новыми технологиями, изменениями. В мире, то, что происходит, нужно держать руку на пульсе, и тогда я все успею. Мне просто надо быть больше осведомленным, мне просто надо больше коммуникабельности с людьми, мне просто больше надо еще чего-то. Но в Библии я обнаруживаю совсем другое, совсем другой принцип. Библия говорит в этом псалме, чтобы все успеть, нам нужно останавливаться от своих дел. Чтобы все успеть, нам нужно остановиться для того, чтобы у нас было время с Господом и размышлять о принципах Его Царства. Если я вернусь к этому первому псалму и прочитаю вам его без второго стиха, эти три стиха без одного, то это будет выглядеть так. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит лод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Так кажется логично, так здорово. Я не делаю что-то плохого, я не соприкасаюсь с этим грешным миром, я не соединяюсь в каких-то злых делах, и все, и Бог наполняет меня, и я полон жизни, и я везде успеваю, и премудрость Божья на мне. Но я вижу, что не так. Я вижу, что второй стих говорит, «но в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь». Когда я читал это выражение, «в законе Господа, воля Его», оно прям выпрыгнуло ко мне, оно прям выпрыгнуло, и я остановился, и я осознал, знаешь, что воля, твоя воля, это не просто твое желание какое-то. Воля – это что-то большее, воля – это то, что отвечает за решение. Если загуглить волю, то вы прочитаете, «воля – способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением». Воля, как активный процесс принятия решения, противопоставляется пассивной, неосмысленной реакции на окружающие раздражители. Воля твоя, она отвечает за то, чтобы твои мысли, твоя жизнь, твой внутренний человек, он был направлен на то, чтобы быть в законе Божьем, чтобы изучать закон Божий, чтобы пребывать в этом законе, в духовных принципах, не в душевных, в духовных принципах. И, знаете, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим множество примеров из того, что, как люди, совершенно нелогично в то время, нелогично, во время, когда Иисус ходил по земле, поступали и распоряжались своим временем, тратили свое время, но что? Тогда, когда они следовали за Иисусом, чтобы послушать Его, чтобы послушать Его учения, закон Божий. Потому что все, что сказал наш Господь, да и аминь, все, что сказал Иисус, это Слово Божье. Знаете, и сегодня Константин говорил здесь о множестве народа, которого накормил Иисус. Но давайте подумаем, они три дня шли за Ним. Три дня, дети, мужчины, женщины, они шли с Ним, у них нет еды, у них нет кафе, у них нет фастфуд, у них нет ничего, они идут за Иисусом, Он учит их, Он исцеляет, их толпы, их тысячи, они идут за Ним. И мы видим результат. Иисус кормит всех, Иисус заботится, они не потратили это время даром. Женщина, вспомните, которая собирала лавастровое масло, кто знает эту историю, я знаю, что многие из вас знают ее, столько времени она собирала, собирала, собирала это масло, время тратила, потом в один раз пришла и разбила его перед Иисусом. Апостолы не оценили это, Иуда вообще сказал о том, что зачем такая трата? Можно было по-своему поступить, можно было логически поступить, но Иисус оценил, но Бог оценил поступок этой женщины. И все знают о ней, все, кто читает Евангелие во всем мире. Также написано о знатных женщинах, там жена Хузы была, они служили имением своим, они ходили с Иисусом и служили имением своим, они служили деньгами, и о них также написано в Библии. А Иисус Навин, вспомните историю Иисуса Навина, с народом 7 дней он обходит Ерехон, ну, понимаете, пришли, взять не могут, но он в отношениях с Богом, у него есть слово от Бога, и он ходит все дни, я думаю, когда они ходили, там разные мысли были у людей, которые ходили, они просто понимали, что, наверное, они под властью, им нужно так сделать, но у меня были бы, наверное, вопросы, сегодня, может, в церкви у тебя вопросы, зачем делаем то, или за что делаем то, возможно, ты не понимаешь, я призываю тебя, поступи по вере, просто давай вместе обходи, это Ерехон, и он рухнет, и стены рухнули, Иисус Навин имел победу. Петр оставил весь улов, когда не мог вытащить, и не стал продавать, не стал как-то думать, что сейчас, подожди, Иисус, у меня тут много, значит, дел, у меня есть много планов, что теперь сделать, и поступить, он последовал дальше за Иисусом. Моисей так же 40 дней на горе, в посте, 40 дней он провел там, весь народ бунтовался, мы знаем, что сделали тельца, мы знаем, что народ начал роптать, народ поступил по-своему, а он подался этому, Моисей был там 40 дней, и он спускается, и у него есть закон Божий, для народа Божьего. Есть много примеров, есть пример, который мне особенно нравится, это прокаженный, который вернулся, все пошли, все пошли, 10 пошли, исцелились, пошли, 9, а один вернулся к Богу, один не пошел, а он вернулся, чтобы воздать славу ему. Есть одна история, об Иисусе Навине, она в 10 главе этой книги записана, книга Иисуса Навина, там такая история, я выписал себе, я хочу зачитать вам, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ им стил врагам, и не это ли написано в книге правильно, стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день, и не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. То есть солнце стояло. Наш Бог, Бог времени, Он вне времени, Он Господин времени. Это потрясающе. Я хочу поделиться одним своим примером из своей жизни. Мы были на миссии в другой стране, и так получилось, что нам нужно было уехать, то есть власти сказали, что наше время закончилось, и нам надо уехать. Мы всячески старались с семьей остаться, но так получилось, что нам надо было выезжать. И от наших вот таких сильных стараний до последнего, то есть мы сели уже на поезд, который чуть-чуть, по-моему, час или несколько часов позже выезжал через границу, чем мне разрешено было остаться в этой стране. И мы выезжали, и на таможне, таможенники мне говорят, у вас просрочно, нам вас надо оформить. Я говорю, драгоценный, вот смотрите, я им объясняю, что все, что я делал в этой стране, у меня есть все бумаги, я такой хороший человек, я христианин, я, значит, в церкви служил, я, значит, благотворительный фонд участвовал там, открывали, всем помогали. Они говорят, все замечательно, только вы сходите, а ваша семья едет дальше. Знаете, в тот момент, может быть, сейчас это как-то просто рассказывается, в тот момент и так сильно все было напряжено, до предела внутри меня, в принципе, а тут еще свалилось, я говорю, ну как так, ну а что сделаешь? Мои едут дальше в Москву, меня саживают, значит, с этого поезда, я в шоке, простите за выражение, но в таком, прям, действительно, это шоковое состояние, потому что я прям потерялся. Саживают, я иду, говорю, послушайте, когда следующий поезд? Они говорят, да ничего, успеешь, он там, и говорят, 40 минут, через 40 минут, я говорю, что мне надо сделать, какие процедуры? Ну сейчас мы тебя оформим, за нарушение поставим, напишем, я говорю, я не могу, мне надо успеть, дайте мне к начальнику, пожалуйста, проводите, дайте к начальнику пройти. Мне открывает дверь, я прихожу к начальнику, я начинаю рассказывать ему всю ту же историю с самого начала, что я делал в стране, какой я хороший человек, я трясу бумагами, которые у меня целый пакет с собой, подтверждающий все это, он сидел, слушал, слушал меня, он говорит, ну ладно, ладно, давай вне очереди, иди, иди, тебя оформят, давай, ладно, иди. Я прихожу в дежурную часть, там, ну это не дежурная часть, такое окно, и девушка сидит, значит, компьютер у нее, еще какой-то молодой человек, и она оформляет меня, я вот так голову в это окно засовываю, у меня в голове все верится, мои поехали там, что там будет, в Москве без меня там, жена двое маленьких деток совсем, я засовываю эту голову в окно, начинаю то же самое рассказывать в этом окне, в общем, долго-долго говорю, говорю, кто я такой, что я, она пишет, напечатает, все напечатала, дает мне бумаги, и представляете, я выхожу, я чувствую по времени, эти 40 минут, они просто растаяли, я выхожу с этой таможни, говорю, где вокзал, мне показывают, вот туда, ну надо билеты поменять, я бегу в ту сторону, и в этот момент чувствую, меня кто-то хватает за руку, вот просто, знаете, прям вцепился, раз, я поворачиваюсь, это девушка, которая меня оформляла, она выбежала, и вцепилась в меня, и говорит, я приняла, я приняла, я ничего понять не мог, драгоценный, я серьезно, я совсем потерялся, чего приняла, кого приняла, я говорю, мне, пожалуйста, давайте в сторону вокзала, а она на работе, представляете, сидит на службе, я говорю, пожалуйста, в сторону вокзала, все по дороге меня, и мы идем, она вот так и держит меня за руку, и мы идем с ней, и она говорит, моя бабушка, она колдунья, она при смерти, она не может умереть, я приняла, у меня тут в животе болит, я понимаю, что что-то происходит, и где-то внутри, я слышу Дух Святой, остановись, понимаете, вообще нелогично, совсем нелогично, даже страшновато как-то, но я ясно это слышу, остановись, и я останавливаюсь, и говорю ей, послушайте, это все можно разрушить, властью Божией, властью Иисуса Христа, и я начинаю говорить ей в Евангелии, я начинаю говорить, что надо отречься от этого вам, вам надо прийти к бабушке, рассказать то же самое, давайте помолимся, она говорит, давайте, я говорю, только пожалуйста, давайте молиться по дороге будем, она говорит, хорошо, и мы идем вместе с ней, и я говорю, Отец Небесный, начинаю вести в молитве отречения, против всякой дьявольщины, и когда я говорю ей, представляете, я отрекаюсь от дел дьявола, и она, и она как не может сказать, она говорит, я не могу, ее зовут Марина, зовут Марина, может быть, я не могу, я говорю, Марина, ну это надо сделать, она говорит, я не могу, я говорю, почему моя бабушка умрет, если я это сделаю, и я понял, что я уже ничего не могу сделать, я ей сказал до конца все, что надо ей сказать, сказал, что приедь к бабушке, скажи, что Иисус любит, что Иисус простил, сокрушил, что произошло на кресте, и я понимаю, что время уже, в принципе, там мое кончилось, наверное, и все, она пошла, я иду разочарованный, я иду разочарованный, я думаю, я придумал себе, что ли, Дух Святой, неужели я придумал себе, что мне надо было остановиться, что это ты сейчас действуешь, что сейчас, ну, я все равно ожидаю, что будет это покаяние перед Господом, сокрушение, например, ты Иисуса, иду, думаю, знаете, а мысль такая была, что вот именно, может быть, для этого Бог меня, знаете, ну, домой отправляет, чтобы вот я этой женщине поговорил, такие христианские, хорошие мысли, хорошее разочарование, я иду, но что-то внутри меня, я не знаю, как это объяснить, это сверхнадежды что-то, я прихожу к этой кассе, я даю этот билет, я говорю, пожалуйста, поменяйте мне на вот этот поезд, она говорит, через минуту он отправляется, я не успею вас оформить, вы потеряете около 900 рублей, что-то 1000 рублей, тогда 16-й год, это достаточно, такие деньги были для меня, она говорит, вы просто потеряете сейчас, я не смогу вам вернуть это все, я говорю, оформляйте, пожалуйста, просто оформляйте, просто оформляйте, сам думать, что я делаю, она начинает меня оформлять, я смотрю, часы прямо висят рядом, я смотрю на эти часы, там ровно стрелка, там в 10 минут отправлялся, я как сейчас помню, в 10 минут отправлялся поезд, эта стрелка легла, и в этот же момент громкоговорители объявляют, что поезд такой-то, такой-то задерживается на 10 минут, аллилуйя, давайте прославим Иисуса, я пережил что-то необыкновенное, я еще раз осознал, Бог не в времени, Бог управляет всем, Бог управляет, управляет абсолютно всем, Он управляет твоей и моей жизнью, я просто, потом сел в этот, помню, вагон, купе, я ехал один, поезд Молдовы, никого не было, мне казалось, весь вагон такой светом озаренный, я на телефон не включил прославление, и Бог устроил мою жену, встретили родственники в Москве, я приехал им хорошо, там дети уже с подарками, Бог обо всем позаботился, наш Бог любит нас, Он заботится о нас, знаете, я бы хотел поделиться четырьмя моментами или четырьмя пунктами, о том, как я понимаю, как нам все успеть, все успеть, то, что Бог приготовил для нас, для нашей жизни, первый пункт, это нужно иметь благодарное сердце за все, что происходит в вашей жизни с Господом, за то, что мы дети Божьи, за то, что мы в церкви Его, текст с 1 Фессалоникийцем 5,18, написано так, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». И римлянам перекликается с ней очень сильно, римлянам 8,28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я помню этот текст, он прям прыгал, пузырился у меня внутри, когда я ехал в этом вагоне, «Все содействует ко благу». Второй момент, о котором бы мне хотелось сказать, это то, что нам с тобой, мне и тебе, нам нужно просто согласиться с Богом в том, что Его план на твою и мою жизнь, он несравненно, я не знаю во сколько крат, лучше любого другого, который можешь себе предложить ты сам, или этот мир, или окружающий. Нам нужно согласиться, что план Божий на мою жизнь намного лучше, чем собственный. И также понять, что набегу, набегу в суете, в каком-то ритме движения, я могу просто не понять, я пролечу мимо него. Если я буду просто следовать своим планам, каким-то советам человеческим, добрым, хорошим, я пролечу, я не услышу, я не пойму Божий план. Почему? Потому что нам нужно абсолютно все, я подчеркиваю, абсолютно все в своей жизни пропускать через себя и согласовывать с тем, что говорит Священное Писание о нас, о нашей жизни. И в Ефесянам 5 главе 15 стих написано, «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Это относится к церкви. Апостол Павел пишет, «Поступайте осторожно». Почему? Потому что мы можем поступить неразумно, мы можем просто нерассудительны быть в каких-то вещах. Чтобы быть рассудительным, поступать разумно, нам надо познавать, что есть воля Божья в моей жизни сегодня. Мне нужно размышлять об этом, так как написано в этом первом псалме. Но в законе Господа, в воле его, в воле мою, это то, что отвечает за решение и то, что следует этому решению. Третья мысль и третий пункт быть открытым к тому, чтобы слышать Бога через братьев и сестер и служителей церкви. Мне самому нужно быть открытым, нужно верить, нужно понимать, что Дух Святой такой же, как во мне живет в моем брате и сестре и не всегда я могу отчетливо слышать или не всегда Он может достучаться до меня через вот эту призму моей жизни, моей деятельности или еще чего-то и мне нужно быть открытым к тому, чтобы слышать Бога через моих братьев и сестер и служителей. Аллилуйя. 1 Петра 5.5 написано так. Так же и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Четвертый пункт. Знать, знать, поддерживать и хотеть исполнить то видение, которое Бог дает поместной церкви и стать, знаете, как лично причастным к Нему. Вот это личное причастие, вот это отожестление себя с тем, что Бог дает церкви и ты не в нее, а ты в этом видении. Оно касается лично тебя. Там есть лично твоя часть. Бог не хочет без тебя ничего не делать. Он не хочет без тебя воплощать свое видение в поместной церкви. Ты нужен Ему, ты нужна Ему. Он ожидает, что ты услышишь, что ты захочешь, что ты пойдешь, и эта жизнь будет наполнять тебя. Пустол Иаков пишет в 1 главе с 22 стиха, он говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи неслышателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании, прибудет в нем, этот 1 псалом опять всплывает у меня, прибудет в нем, он вникнет и прибудет, он слышит слово, он размышляет, он не просто пропускает его в одно ухо, влетело, в другое вылетело, оно опускается сюда, куда-то ниже сердца, во в нашем внутреннего человека. И когда я размышляю об этих четырех вещах, я точно знаю, что все получится, это все получится, это все может исполниться в твоей жизни, это может быть естественной твоей жизни, но я думаю, есть одно условие, все это получится, если ты лично хочешь угодить Богу. Без всех, без всего, ты лично любишь Иисуса, ты лично хочешь угодить Богу, помимо всего, тогда, тогда просто быть благодарным за то, что есть в твоей жизни, тогда, что бы ни случилось, твое сердце, оно открыто, оно благодарно, Господи, Ты избрал меня, Ты открылся мне, у меня нет тупика, у меня есть надежда, у меня есть будущность, Иисус, спасибо, и даже тогда, когда все безнадежно, Ты моя надежда, тогда просто быть послушным, тогда просто слышать Бога через братьев и сестер. Знаете, такой пример у меня возникает, когда я думаю о том, что такое захотеть, что такое захотеть, но мы все хотим, мы все хотим, но размышляя над книгой левитов, вот знаете, там приносили в жертву Агнца, непорочного, без пятна и порока, чистого, белого Агнца в жертву. И я поставил себя вдруг на место этого пастуха или этого человека, у которого есть это стадо, и ему надо выбрать этого пастуха, ему надо выбрать, простите, этого Агнца, и вот у него много Агнцев, и они белые все, и они, знаете, не хромые, не косые, у него два-три, я понимаю, если я хочу, то я их возьму, я их всех рассматриваю, этих Агнцев, я не просто вижу, что он не косой какой-то, я не просто вижу, что он не хромой, я буду шерсть его рассматривать, понимаете, у меня запах не будет волновать в овчарне, я буду шерсть его рассматривать, я буду точно выбирать, я потом выберу двух или трех, которые вот лучше отселю их, я буду ходить за ними, смотреть, не прорастет ли там какое-нибудь пятно у него, седой или еще какой-нибудь. Понимаете, когда я хочу, когда я хочу, я принесу. Я верю, что Авель привез такую жертву. Авель привез Акаин убил его за то, что дела его были праведны, написано. Аллилуйя. И его кровь говорит. Это важно. Мы каждый день с тобой принимаем множество решений на самом деле. По тому или иному вопросу. Жизнь динамично диктует. Нам очень динамично правило. Нам надо все успеть. И наш внутренний человек постоянно находится под этим давлением принятия решений или вопроса расставления приоритетов. Но я хочу тебе сказать, что можешь ли ты прямо сейчас принять решение поступить так, как открывает тебе сегодня Дух Святой? Именно Дух Святой. Открывает тебе что-то сегодня прямо в твоей жизни. Твоя панорама жизни она перед тобой, потому что Бог помогает тебе видеть, как ты расставляешь приоритеты, где ты по-настоящему размышляешь с Ним, советуешься, или когда ты обращаешься только тогда, когда у тебя тупик. Прямо сейчас. Можешь ли ты принять это решение? Поступить так, как Он тебе открывает? Пойти с этими мыслями? Если да, то ты должен понимать, должна понимать, что время для Господа, для этих размышлений, оно не возьмется само по себе. Когда ты обратишься к Господу, Он не даст тебе просто вот сверхъестественного какого-то время. Я верю, что Бог ожидает, что мы практически посмотрим на свою жизнь, из чего она состоит, из каких дел, как мы наставили приоритеты. И мы будем слышать этот призыв от Духа Святого, к чему призывает нас Бог. И я верю, Бог ожидает, что мы где-то поменяем приоритеты. Мы что-то сдвинем, мы что-то уберем в сторону. И мы поставим, прежде всего, исполнение воли Божьей. Сделать то, к чему Он тебя сегодня призывает. Каждого из нас. Есть что-то, куда стучится Бог в твою жизнь сегодня. Я точно знаю это. И Дух Святой показывает. Он не оставляет нас в безведении. Он стучится. Один текст, когда я размышлял уже на этом, он поднялся у меня. Почему? Потому что наша воля здесь задействована. Если мы не направим свою волю сюда, в размышления, над словами Иисуса, над жизнью с Ним, на то, что говорит Дух Святой, на то, что происходит в церкви, на то, что происходит вообще вокруг меня, для чего я помещен в этот мир, полный и вообще полный безбожия, где люди просто жаждут услышать. Нужна моя воля, нужно мое решение. И апостол Павел пишет в церкви в Риме, в 12 главе, он начинает с первого стиха. Меня потрясают где-то эти слова внутри, потому что я представляю, кто такой апостол Павел. Я как бы представляю эту мощь человека, который столько церквей, столько поднял. И он пишет в церкви, и он пишет и говорит, итак, умоляю вас, умоляю вас. Он не унижается. Он просто видит что-то намного больше, чем кто-то в этой церкви, или, возможно, кто-то из нас сегодня. Умоляю вас, умоляю вас поступить так. Братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, не гонитесь за этими новыми тенденциями. Это просто данность, которую нам надо освоить. Не надо гнаться, не надо думать, что в этом решение каких-то твоих вопросов. Не надо думать, что в этом исполнение твоей воли именно. Он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Преобразуйтесь. Как мы преобразуемся? Только в духовных размышлениях с Господом. Только тогда, когда мы всю свою жизнь пропускаем через то, как смотрит на это Иисус, что говорит Его Слово об этом, как реагирует церковь. Когда мы имеем этот буфер внутри себя, что, возможно, я не все до конца понимаю, и мы открыты к тому, что нам говорили в нашу жизнь. И мы готовы меняться. И мы готовы что-то переменить. И мы готовы просто силой воли просто изменить что-то в своей жизни. Потому что кроме тебя и меня этого никто не сделает. Бог не будет нас перегибать. Бог будет стучаться, Бог будет говорить. Но апостол Павел говорит, умоляю, умоляю вас, милосердием Божьим. Бог милости. Бог милости. Он смотрит, я думаю, иногда на меня и думает, Василий, ты уже так запыхался, ты уже так расстарался весь, что уже, ну, ты даже не слышишь, что я тебе говорю. Ты даже не способен понять, ты не способен проанализировать. Остановись со мной. Потому что я считаю, что это подмена дьявольская. О том, что мы думаем, что нам нужно все время что-то делать, и тогда мы больше сделаем. И мы не понимаем, как Бог управляет или хочет помочь нам управить нам, нашей же жизнью. Дорогие, я бы предложил молитву. Знаете, в этой молитве, если ты уже что-то сейчас видишь, если ты уже сейчас видишь от Духа Святого, что Бог призывает тебя в какие-то конкретные перемены, в какие-то конкретные решения с Ним, что-то поменять, не бойся поменять с Богом. Просто не переживай. Доверь ему. Доверь. Ничего не упадет. Если это Бог, Он все совершит. Откройся. Откройся лидеру. Откройся брату, сестре. Поделись. Начни говорить об этом. Скажи об этом. Что возможно... Слушай, Оксана, Я что-то думаю, наверное, вот в этой сфере Бог меня призывает. Что ты думаешь? Да, помолимся. Озвучьте это. Не оставьте это в размышлении один на один с собою, чтобы не играть в этот пинг-понг, потому что дьявол будет пытаться обмануть, украсть что-то, что Бог приготовил для вас. Я предлагаю нам помолиться. Я предлагаю нам подняться перед Богом в Его присутствии. Иметь благодарное сердце. И с этим благодарным сердцем просто принести Ему все те моменты, в которых мы не успеваем. Все там, где мы думаем, что мы не успели уже и ничего нельзя вернуть, и все, все теперь безвозвратно ушло. У Бога есть выход для тебя. Он, Господин Времени. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это время. За время, когда Слово Твое, оно звучит. За время, когда Слово Твое, оно господствует над нашим разумом, над нашим сердцем. Тогда, когда Ты, Господин нашего внутреннего человека, Иисус, мы слышим, мы видим, Господи, и мы сожалеем о каких-то моментах в своей жизни, где мы что-то не успели, мы пропустили, или сегодня, прямо сейчас, мы думаем, не успеваем, наши мысли гонят нас. Боже, дай нам остановиться, дай нам размыслить вместе с Тобою об этом. Господи, спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты спас каждого из нас, привел нас в дом свой. Мы благодарим Тебя. Мы доверяем Тебе все эти моменты нашей жизни. И мы просим Тебя, помоги нам управить, помоги нам расставить приоритеты. Господи, помоги нам это время здесь, на земле, использовать для того, чтобы Царство Твое, оно развивалось. Молюсь Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь, дорогие. Аминь.